Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол Это Жизнь. Итак, друзья, интереснейший сегодня будет выпуск. У нас сегодня интересный будет матч против Милана и матч против Хофенхайма в Лиге Чемпионов. Итак, я всё-таки думаю, что мой второй состав справится с Миланом. Посмотрим, как он отыграет. Таким составом вот мы выйдем. Давайте всё-таки Зинченко поставим, потому что, мне кажется, всё-таки Асамо как-то не очень себя показал. Пропустили мы, мне кажется, из-за него всё-таки эти три мяча отспало. Так что вот таким составом мы и выйдем на матч с Миланом. Будем мы играть на Сан-Сиро, так что будет ещё и тяжелее. Но пока что у нас есть преимущество в Лиге. Но нам также нужно увеличивать преимущество в Лиге Чемпионов. Так что здесь выйдет у меня второй состав. Итак, готовятся все. Особенно игроки Милана. Сегодня им нельзя упасть в грязь лицом, потому что играют в родных стенах. Противостоять Ювентусу им будет, конечно же, всё-таки тяжело. Итак, друзья, стадион Сан-Сиро, Милан, Ювентус. Интереснейший матч нас ждёт. И Леонардо Бануччи, бывший игрок Ювентуса, сегодня встречается против своей бывшей команды и начинает Ювентус. И Хедира открывает счёт. Замечательный дальний прострел шёл на Сан-Сиро и он открывает счёт в этом матче на 22-й минуте. Вот так вот отлично здесь отыграли. Хороший прострел и в касании Хедира левой ногой забивает гол. Первый гол в Чемпионате Италии. Сусо. Ой-ой-ой. В ближний угол пробивает всё-таки испанец голкипера Ювентуса. И теперь очень будет тяжело. Сусо. Четвёртый гол забивает в Чемпионате. У Манзукича какая-то травма, нам говорят. Теперь нам нужно выходить вперёд снова. И Хедира. Снова выводит вперёд. Вот так вот просто с разводом мяча. Как говорится, с кик-оффа забивает сами Хедира. Дубль в сегодняшнем матче забивает Немец. И вот так вот снова отличный прострел, который смог замыкнуть уже на пустые ворота. Недолго музыка играла о том, что Милан сравнял счёт. Ювентус снова выходит вперёд. Отлично здесь Пеназола оставил для себя один буквально фланг. И Бернардески добивать. Нет, Старарри два удара от Бернардески всё-таки вытащил. Будет у нас угловой. И бежать нужно через все силы. И... Ой-ой-ой, какой всё-таки шикарный гол забивает Ювентус на контратаке. Поймал. И здесь уже вот Бернардески забивает. Делает счёт 3-1. Шансы теперь уже на победу в этом матче у Милана просто нету. Здесь Хадир отдаёт голевую и между ног забивает Бернардески. Обидный, конечно, гол. Но пятый уже гол Федерико Бернардески. Есть ещё даже время забить четвёртый. Постараться, конечно. Открытый Спеназола. Отлично. И... И делает счёт 4-1 Марио Манджуки. Всё. Это полностью всё. Милан проигрывает. Проигрывает. Это уже точно. Потому что остаётся 2 дополнительные минуты. За которые уже точно 3 мяча не отыграть. Марио Манджукича расстреливает Стаурари. И забивает свой шестой гол в чемпионате Италии. Итак, победа Ювентуса со счётом 4-1. Интересно мне просто посмотреть, кто лучший игрок. Сами Хидиры нам говорят. Также Бернардески тоже рейтинг 9,6. И у Спеназола 9,5. Два мяча сбил Хадира. Один Бернардески. И зато 2 голевых пасса дал Спеназола. Одну Хидира. Вот. Ну, сами Хидиру мы поздравляем с его дебютным голом за Ювентус. Чемпионат Италии. Ну и большое спасибо Спеназоле, который выделил эти 2 голевых пасса. Итак, теперь у нас игра в Лиге Чемпионов. Вроде играем дома. С Хофенхаймом мы сыграли в ничью, если я не ошибаюсь. В Германии. Зинченко теперь 72-го рейтинга. И Ювентус идет на первой строчке вместе с Хофенхаймом. Сегодня, если мы побеждаем Хофенхайм, у нас будет хорошее преимущество. Если Порта, конечно, еще выиграет, то у нас будет преимущество в 1 очко. Так что сегодня у нас будет играть вот первый состав. Так. Давайте вот здесь вот мы все-таки во втором составе выпустим 100 рара, пусть он поиграет. Потому что у нас, я вот заметил, Матьюди в двух составах играет. Но у него выносливость, конечно, есть. Но все-таки когда-то ему надо тоже давать отдыхать. Играем стартовым составом дома. Уже ноябрь нашей карьеры. Почти уже через два месяца. Лига чемпионов. Ювентус-Хофенхайм. Четвертый тур. Итак, сыграли в ничью прошлый матч. Ювентус с Хофенхаймом. Теперь Ювентус просто обязан побеждать. И Роналду забивает гол. Сам заработал угловой, сам его и забил. Отлично. Отличный гол. Крещан Роналду в Лиге чемпионов. Так вот, Пьянич отлично нашел Крещану. А тот уже от штанги забивает. Хорошо отработал Ювентус на стандарте. Третий гол Крещану в Лиге чемпионов. Будет снова угловой. Именно с углового забил Крещан Роналду. Так что будут. Гнабри, кстати, заменили. И Келлини. Шикарный гол капитана. Джорджо Келлини забивает. И снова этот угловой помог Ювентусу выйти. Теперь уже в два раза больше преимущества Ювентуса. Благодаря снова этому же угловому. И снова Пьянич. Смотрите, здесь мяч просто пролетает. А здесь уже Келлини на дальней штанге. Уже здесь Бауман не успевал. И забивает Келлини свой первый гол в Лиге чемпионов. В этом сезоне. Не знаю, забивал ли он раньше. Может быть, забивал. Но именно в этом сезоне это его первый гол. Ускоряется и бежит уже в штрафную. И прямо с ленточки Роналду. Не удается пока что пробить. Никто там не был на подборе. Но 2-0, друзья. 2-0. Джорджи Келлини. Я так понимаю, сегодня игрок матч. Сейчас мы это узнаем. Нет, Крещан Роналду 9-3. Один гол. Голевые дал Пьянич. То есть тот гол Келлини, который забил, не засчитан. Смотрите, 21 удар. 11 в створ. Но 2-0 только. Спартак сыграл ничью с Манчестером Юнайтедом. Шахтер проиграл Челси. А Ливерпуль сыграл ничью с Барселоной. А Порто обыграли Базель 2-0. Так что пока что только Порто. И мы выходим из лиги чемпионов, из группового этапа. Лучший бомбардир пока что это Пиришич. Роналду идет на третьей строчке с шестью мячами. Также на пятой идет Марио Манджукич. Тоже с пятью. С шестью изняюсь. Итак, игроки отправляются в сборную. Блэйз Матюди едет во Францию. Алисон в Бразилию. Дебало в Аргентину. Руганик и Линии едут в Италию. Хеведес едет в Германию. Итак, в следующем выпуске мы будем играть против Беневетто и против Базеля. То есть снова будет лига чемпионов. Так что практически уже скоро заканчивается групповой этап. Пока что мы лидируем в таблице. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Хорев. Канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания.